Ну не знаю, вот Cyberpunk я посмотрел, 2000 за него, ну в целом нормально, а тот там в Death Stranding, там что-то 30 с лишним за него запросили, это уже перебор, мне кажется. Что-нибудь, покупок много, даже если игра за 500 рублей будет продаваться, количество покупок позволит разработчикам пить себе по острову. 3000 в день релиза, цены на игры очень сильно меняются с течением времени, она стоит 3000 в течении, во время релиза, а потом, да, фига, а потом ещё с ними постоянно скидки бывают, ты просто ставишь её, что типа хочу себе, каждый раз когда у неё скидка будет какая-то, скидки разные бывают в разное время, ты можешь этот как его, блять, схватануть её там на 1000 дешевле, например, а то ещё дешевле, я вот отсылку. Вот прям сейчас жми Shift и глянь в стиме, сколько до страниц стоит. Так ещё рано, она вышла недавно, сейчас не будет падения цены. Ни хрена себе недавно, она уже год как вышла. Блин, ни хрена не год ещё. А, в 19-м летом вышла. Ну, блять, вот. Уже год, уже год с лишним пошёл, полтора года уже почему. Мало ещё. Мало, ни хрена не мало. Да блин, по ней ещё видосы пилят, пока хайп ещё держится, а цена падать не будет, когда про игру забудут. И её начнут продавать по дешёвке, ну как по дешёвке, относительно дешевле, чем если бы её продавали раньше. А будет стоить дешевле трёх кусков, а вот до двух, я думаю, вполне себе упадёт со временем. Ага, мне кажется, даже двух не стоит. Потому что, учитывая, что это игра-медиатор, ой, медиатор, игра для медитаций, а не особо экшен. То есть, ты просто ходишь по игре, просто бродилка. Это не может стоить две тысячи. Максимум, как раз, цена идёт тысяча-полтора где-то так. Две тысячи за Cyberpunk я бы отдал, да. Потому что я посмотрел, в целом игра, теоретически, она стоит их денег. Я ещё поиграю, потом мнение может поменяется, но вряд ли. Но в целом я заинтересован. Красиво в форме или под окном. Так что, коляш, ты не прав.